Друзья, всем привет! Что же, HyperOS 2 наделало много шуму, но по факту многие разочаровались после презентации от увиденного. На канале есть первый обзор, в котором я показал основные моменты, но я не смог остановиться на искусственном интеллекте, потому что Xiaomi 9T его просто не поддерживает. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самую полную прошивку HyperOS 2 и расскажу, что она еще дополнительного включает, ну а также что в теории вы можете получить. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытным выступает OCO F6. Если вы захотите себе поставить данную прошивку, то в описании оставлю ссылку на автора, который это все добро смог провернуть. Конечно же Android 15 и данная прошивка, я хочу сказать, себя показывает куда веселее, чем на 9T, но оно в принципе и понятно. Получается Android 15, обновление там всевозможных патчей безопасности, обновление прошивок модулей связи, ну и того всего подобного, о чем я в целом вам и рассказывал в предыдущем обзоре. Но я, смотрите, не остановился вот на чем. Многих интересовал момент касательно сколько занимает прошивка места. И вот по сравнению с HyperOS 1 количество занимаемой памяти уменьшилось. То есть, если допустим на POCO F6 прошивка именно в глобалке занимала, ну гигу в 10-11, то на китайке вы видите данная прошивка именно HyperOS 2 занимает, ну почти 9, то есть там 8-71. Что в принципе указывает на то, что да, прошивка стала легче. Далее, что вас еще может заинтересовать? Это, конечно же, полноценная работа сервиса Interconnectivity или же взаимодействия. Я, получается, в первом обзоре упомянул, что данный сервис немножечко прокачали. В каком плане? Теперь вы можете свои Xiaomi соединять с устройствами Apple. Там, допустим, свой смартфон с Mac соединить, а iPhone вы можете соединить, допустим, с планшетом Xiaomi. Ну или же наоборот, то есть компания Xiaomi добавила такую вот многоходовочку, которая позволяет между собой эти устройства взаимодействовать. Да, прикольно, да, интересно, но опять же на практике я не думаю, что у кого-то там с iPhone есть где-нибудь за пазухой еще какой-нибудь Xiaomi. Ну или же, допустим, у кого-то с Xiaomi есть там какой-нибудь запасной iPhone, который всю эту тему будет поддерживать. Но, как по мне, странное решение, но что есть, то есть. Теперь же с вами мы идем далее. Это Xiaomi Hyper AI, раздел которого не было в первом обзоре, но благодаря тому, что в принципе Poco F6 или же в Китае, как он называется, Redmi Turbo 3 поддерживает всю эту тему, мы можем с вами вообще в принципе понять, что оно такое. Данный раздел в себе содержит два таких подраздела. Это Mi AI, а также AI App Boost. Имеется в виду последнее, что в определенных приложениях будут добавляться некоторые фишки искусственного интеллекта. Но с этим с вами мы разберемся. Сразу хочу уточнить такой момент, что искусственный интеллект Mi AI, он как бы-то больше заточен под Китай. И все возможные там, допустим, искусственные интеллекты, которые доступны в этой прошивке, они, конечно же, больше совместимы под китайский регион. Да, можно как-то поиграться тут с настройками и получить, допустим, поддержку, ну хотя бы английского. Но это нужно тоже тут немножечко поиграться, пострадать, и то не факт, что это все будет работать. Поэтому Mi AI, он как бы-то, да, интересен своими возможностями, но по факту много чего мы с вами не получим. Из такого, что меня лично заинтересовало, это Mi AI Translate, то есть это создание перевода сразу на ходу, ну в принципе, что на глобалках сейчас есть, но не повсеместно, скажем так. И еще у нас там добавляется такая тема, которая позволит в прямом эфире, скажем так, звонки расшифровывать, но это я вам покажу чуть дальше. А именно вот в данном разделе AI App Boost. То есть первое, что нам позволяет AI Writing, то есть возможности искусственного интеллекта писать какие-нибудь там сообщения, заметки и прочее. Ну я вам это сейчас продемонстрирую. То есть вот давайте мы с вами первую штуку запомнили. Допустим, переходим сюда в заметки, тут я уже набрал тест, и как только еще важно, вы зашли в свой Mi Account и у вас есть должное разрешение, вам становятся доступными функции искусственного интеллекта. Также вот такая кнопочка. Вы сюда нажимаете, и тут программа нам предлагает ввести свой запрос. Важно, что запросы только на английском языке, ну и на китайском соответственно. Других там языков пока что здесь нет. Ну и вот допустим, создать фитнес-план. Мы на это нажимаем, и нам информация теперь генерируется. И вот смотрите, как эта вся история работает. И то есть мы можем с вами положиться на искусственный интеллект, который нам это все дело реализует. Интересно? В принципе, да. Опять же, насколько там этим можно пользоваться на повседневе, не представляю себя возможным. Но как бы что есть, то есть. Следующий момент, это искусственный интеллект при таком дополнении обоев, ну или же динамические обои. То есть искусственный интеллект нам позволяет создавать обои, которые действительно будут улучшать наше устройство. Где это все можно найти? Вот допустим, заходите в раздел Wallpaper, и тут отдельный раздел AI Dynamic Wallpapers. Мы сюда заходим и имеем уже сгенерированные обои. Но что еще примечательно? Вы допустим, можете пофотографировать, ну там свой город, какую-нибудь локацию, еще что-то. Нажать сюда плюсик, и дальше вам система сможет сгенерировать на основании ваших фотографий какую-то композицию. Да, это прикольно, да, это интересно. В той же глобалке, если взять, есть только фишка, которая делала AI-портреты. Но опять же, это было в галерее. А тут нам система делает именно полноценные динамические обои. Согласитесь, тоже весьма неплохо. Следующая история, которая также тут встречается, это интерпретация наших звонков. Я вам также сейчас это все продемонстрирую, как работает. То есть, мы с вами берем, заходим в звонилку. Я, допустим, выбираю номер телефона, там сервиса Киевстара. Далее у нас идет звонок. После чего в этом слайдере я выбираю интерпретацию. И далее нам искусственный интеллект расшифровывает то, что нам там по ту линию рассказывает. Ну и плюс еще то, что мы с вами говорим. Также система может параллельно расшифровать. В принципе, тема интересная. Но опять же, я думаю, что на пару раз поиграться. Ну и в принципе, потом это все подзабить. Также еще добавляется такая тема в диктофоне. То есть, мы когда с вами записываем какую-то там голосовуху, параллельно мы можем еще наблюдать такую, ну именно голосовую расшифровку. Также в диктофоне я вам это чуть попозже продемонстрирую. И далее AI поиск. Но, скажем так, он больше под китайские там запросы рассчитан. То есть, я, допустим, не смогу вам что-то полноценное такое по данной истории показать. В целом, подведя итог по данному разделу, могу отметить следующее. Что да, реализовано весьма интересно. Но на практике, я же говорю, что попользоваться там пару раз, да и в принципе на это подзабить. Как же это будет реализовано в глобальной прошивке, ну я вам честно затрудняюсь ответить. Далее, это раздел персонализация. Я на нем останавливался уже как бы то в первом обзоре. Но напомню вам следующее. Что в данном разделе добавляются у нас пресеты, которые позволяют еще более-то гибко настраивать экран блокировки. И да, это очень круто и в принципе-то каждый для себя тут сможет что-то интересное найти. Как классические обои там, допустим, в таком формате, как, допустим, восточная эстетика. Либо же это такие стили, которые, кстати говоря, очень многим полюбились. И они, ну, немножечко как бы то отличаются от того, что мы с вами можем получить из такого дополнительного, из того, что вы видели. Но в любом случае, каждый под себя здесь что-то сможет найти интересное. И возвращаясь к вопросу того, что зачем разработчики это все как бы то делали. Ну, как бы им виднее, то есть они решили в HyperOS 2, ну, как бы сфокусироваться именно на кастомизациях. По обоям я уже вам продемонстрировал раздел с искусственным интеллектом, а также динамическими обоями. И многие спрашивали в комментариях под первым видеороликом, а где же новые супер обои. Увы, к сожалению, нас немножечко ввели в заблуждение, и новых супер обоев, к сожалению, тут не добавилось. Далее, это рабочий стол. Ну, или же, как многие спрашивали в комментариях, что там по поводу оптимизации, быстродействия, ну, и в целом работы смартфона. Из того, что я уже протестировал, могу сказать следующее. Аппарат работает лучше, чем это было на предыдущих там прошивках. В целом могу отметить, что анимации не такие дерганные, как это было ранее. Все открывается, в принципе, так, как и нужно, без всяких залипаний. И не забываем еще такой момент, что на это устройство еще официально прошивки нет. Но, как бы, порт позволяет нам, в принципе, понимать, что и как будет по всем этим будущим моментам для данного аппарата. Так что вот именно вопросом там оптимизации, быстродействия и прочее, я, честно говоря, остался доволен. По всем оставшимся разделам я особо тут останавливаться не буду, потому что и про батарею там рассказывал, и про раздел там здорового использования телефона я рассказывал. В дополнительных настройках тут ничего сверх такого дополнительного нет, на чем также можно было бы остановиться. И я перейду на рабочий стол. Тут, как вы можете заметить, ну действительно стала такая красота. Меня особенно привлекают в китайских прошивках вот эти блоки, которые мы можем устраивать на стоковых приложениях. Вот бы такую тему в глобальную прошивку, но я думаю, вообще было бы очень круто. Что теперь по поводу рабочего стола. Я вам продемонстрирую, как работает анимация открытия шторки. Теперь без лагов, как это было на Mi 9T. Ну а давайте отдадим должное Mi 9T. В принципе, в 2024 году вывозить HyperOS 2, ну это прям очень сильное заявление. Как я вам и показывал в первом обзоре, работают ползунки вот таким образом. И, соответственно, регулировка громкости тоже работает. Ну, немножечко может где-то подвисает. Но в целом я могу отметить, что все очень круто в данном вопросе. И полноценно все вылетает. Еще также, о чем я не остановился в первом видеоролике, это обновленные виджеты. Разработчики на них делали определенный акцент, а именно на их новом виде. Это как и для галереи, для календаря и для часов. А вот что касается часов, смотрите. Я на них нажимаю. И далее я могу в этом стиле декоративных часов выбирать их подсветку. Да, очень-таки удобно. В этих часах, скорее всего, так же само. Сейчас давайте мы их подзагрузим. Какие тут у нас еще пресеты есть? Ах да, мы можем их еще, смотрите, дополнительно так поднастроить в плане добавления сюда погоды. А здесь просто мы можем выбирать какую-то локацию. Далее, по этим часам мы, скорее всего, ничего такого синтез добавить не сможем. А вот именно в данном варианте, ну, в принципе-то неплохо разработчики реализовали. Я себе на рабочий стол уже всю эту тему вынес. Так что в плане кастомизации, конечно, ну, разработчики тут очень хорошо поработали и оставили очень много чего интересного. Также, как я и говорил в первом обзоре, что добавляется в шторку еще у нас такая опция, как активные приложения, откуда мы можем сразу тут все удалять, выносить. В принципе, очень удобно для того, чтобы разгружать как-то свою оперативную память. И еще я не остановился на приложении Галерея. Оно также новой версии, но чего-то сверх вау в плане функционала и возможности я, честно, не заметил. Но вырезка объектов та же, что и в глобалке была. Там расширение фона, там AI-портреты, о которых я также рассказывал. Так что я на этом останавливаться особо и не буду. Ну и что же, теперь давайте подведем итог. Вы увидели два видеоролика, который был первым у нас на примере MIDI VT. И сегодня именно полноценный обзор новой HyperOS 2.0. Что из увиденного я для себя, ну и использованного я могу вам сказать, что я ожидал чего-то большего. Как бы-то изменения по кастомизации, изменения по всем этим настройкам, надстройкам и прочему, но меня не особо-то и вдохновило. Опять же, судя по активности, многие ожидали от HyperOS 2 чего-то вау, но получили на выходе то, что есть. Возможно, ожидания какие-то были сверхзавышенными, возможно, ожидания, ну не стоило такое вообще в принципе строить, но разработчики, видите, они решили пойти по своей линии и гнуть то, что им необходимо. Да, искусственный интеллект это интересно, прикольно, но опять же, как я уже сказал в который раз повторюсь, это на пару раз поиграться, дальше на это забить. Ведь нам от системы нужно что? Стабильность, плавность, оптимизация, быстродействие. Но пока что на сегодняшний день я этого заметить не смог. Если брать Xiaomi 15, ну, скорее всего, там будет все отлично, хотя, опять же, это не точно. Я, кстати, видел там некоторые видеоролики, на которых было показано, как похабно HyperOS 2 работает на Xiaomi 15. В любом случае, у компании есть еще время, чтобы все это дело исправлять, но я пойду дальше для вас тестировать всю эту историю, возможно, еще что-то новенькое, интересное найду и сделаю еще определенные видеоролики на данную тематику. Ну, а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.